Самосвалы со снегом в Нур-Султане передвигаются незаконно, заявили сегодня в Ассоциации грузоперевозчиков. Еще летом транспортная инспекция перестала выдавать им спецразрешения. Однако китайские большегрузы продолжают ездить, причем с большим перевесом. Если по норме допускается нагрузка в 10 тонн на ось, то у них можно выявить все 15. Решением в Ассоциации видят изменения правил, по которым бизнесмены платили бы 50 тысяч тенгей ежемесячно за один большегруз. И эти деньги можно было бы направить на строительство альтернативных объездов. Их столицы очень не хватает, считают эксперты. Проблему сегодня обсудили на отчетной встрече городской палаты предпринимателей с представителями транспортного бизнеса. Любой самосвал, это я официально заявляю, можно сейчас взвешивать, и он будет превышать параметр грузоперевозок. Это что означает? Это означает, что закон, который у нас сейчас есть, даже по нему невозможно перевозить снег. Наши пути решения. Первое. Надо пересмотреть нагрузку при строительстве дорог, пересмотреть нагрузки на ось. Мы лишим возможности в этой отрасли коррумпированной составляющей, потому что любому грузоперевозчику будет проще оплатить 50 тысяч тенге, получить спецразрешение и беспрепятственно передвигаться. Специалисты пояснили, что новые правила при строительстве автодороги должны предусматривать нагрузку в 17-20 тонн на ось. Сегодня по регламенту эта цифра колеблется у отметки в 10 тонн, и эту норму перевозчики игнорируют. В столице же зарегистрировано порядка 6,5 тысяч самосвалов плюс 1,5 тысячи единиц другой техники. В пик сезона в Нур-Султан заезжает 10 тысяч автомобилей. Получается, что ежемесячно можно собирать до полумиллиарда тенге, посчитали в ассоциации. На строительство же километра полотна альтернативного автобана необходимо 30-40 миллионов, но бизнес пока скептически воспринимает подобные предложения.